Лина, расскажи, где ты училась и кто ты по профессии, кем ты работала? По профессии я бухгалтер-экономист, анализ хозяйственной деятельности предприятий. В свое время, очень давно, это был еще Советский Союз, я закончила институт советской торговли в Москве. Поэтому для меня очень важны были такие профессиональные навыки, как понять большую теорию чисел, как эти числа превращают в реальные действия людей, которые называются материальные блага. Но и самое главное не это, наверное, просто вот так вот случилось, что по династии у меня мама, главный бухгалтер, была большого треста в советской торговле. Ну и я продолжила свои, как говорится, семейные традиции. Как получилось так, что ты поменяла свою профессию? Наверное, это уже раньше было, чем я получила профессию, потому что я сама в 17 лет получила на память комсомольский билет и в 18 лет стала кандидатом в члены партии. В 20 лет я была главным бухгалтером горкома комсомола, депутатом районного совета от своего города. И я участвовала в большой такой общественной деятельности, скажем так, комсомольской партийной. И поэтому, наверное, что-то вот сетевой маркетинг напоминает большую команду, общие правила, единство вот этих мыслей, целей, задачей. Наверное, вот оттуда все и началось, скорее всего. Но важное, что было для меня принять, когда решение заниматься сетевым маркетингом. На самом деле я не знала, что я иду в сетевой маркетинг. Когда я возглавляла несколько магазинов в центре города Иркутска, я сама из Иркутска, у меня был маленький сын, я одна его воспитывала. И пришло то время, когда большие поглотили малых. Это 90-е годы, и вот я стою и думаю, что же мне дальше делать. Мне пришлось принимать серьезное решение, чем заниматься дальше. Но у меня всегда был один вопрос – почему у кого-то есть много денег, а у меня мало денег? Я больше занимаюсь, наверное, больше благотворительностью и работаю не так эффективно, как все остальные в те времена, но более успешные люди. И в мою жизнь пришла такая мысль, что надо научиться. Это вот первое, потому что этому надо учиться. Алина, а твое решение прийти в сетевой маркетинг было спонтанным или ты думала? Я думала, но у меня были эмоции и чувства к своему большому, как говорится, самому большому, дорогому человеку моей жизни, к моему сыну. Когда мне предложили и научиться, и открыть накопительную программу для того, чтобы я могла обеспечить будущее сына, свое, своей семьи. И вот тогда пришли вот эти вот мысли, а почему бы и не совместить знания с практикой и бизнесом. Ты к тому времени была бизнесмен, состоявшись уже сетью магазинов с подчиненными. У тебя, естественно, родственники, круг семьи. А вот как твое окружение, как твои коллеги, как твои подчиненные, как твои родственники восприняли то, что ты решила бросить весь бизнес и заниматься только МЛМ? Я бы сказала так, отрицательно, потому что я приехала в любимый свой город. И мне уже, городок у меня небольшой, город-братск, Иркутская область. И вот мои состоятельные, состоявшиеся, в общем-то, коллеги по бизнесу и по моей политической деятельности были очень удивлены. Что вот какая, так скажу, прямо как откровенно говорили. Вот Линка Дура ходит с портфелем, одела костюм деловой. И какую-то Австрию, какие-то деньги, какие-то там, я не знаю, немыслимые времена. А через 15 лет там что-то, кто-то получит. Глупость какая. Ты помнишь свой первый контракт? Помнишь свой первый контракт, своего первого клиента? И какой из твоих контрактов или какая из твоих продаж тебе запомнилась больше всего? Конечно, я помню. Потому что, когда я приехала и с этим портфелем пошла, и с папкой деловой консультанта по городу, у меня за неделю было 50 встреч. Я перестала говорить, потому что уже охрипло. У меня была самая насыщенная продажа. Была настолько активная, что я уже не могла говорить нормально, уже шепотом. И вот ни одной встречи, ни одного контракта. И приезжает. Моя подруга порекомендовала с самого первого клиента, кому я обратилась, обеспеченную девушку молодую, с обеспеченным таким мужем. И они, конечно, послушали, отказались. Но когда прошла неделя, и мне нужно было уже уезжать из города, и я уже, так сказать, подумала, ну что же делать, ну почему же никто не мог понять, что я хочу. И подъезжает эта девушка, мой первый самый клиент, и она говорит, скажите, пожалуйста, Лена, мне так неудобно, что я отказала вам. Вы вот приехали, потратили время на нас. А сколько надо денег? И вот она мне принесла вот эту тысячу долларов, чтобы я открыла ей поле страхования жизни, накопительную программу. Но она не знала, что нужно каждый год эту тысячу откладывать. Хотя я ей очень-очень четко, но мне так показалось, что я ей все объяснила, все понятно. Она привезла для того, чтобы, ну, как-то подружиться. Я ей понравилась. И с этих пор мой самый первый клиент, мой друг по жизни. Был ли такой период, когда у тебя опустились руки в MLM бизнесе, и тебе хотелось все бросить? Были моменты такие, не то что бросить, наверное, не бросить, а что-то изменить. У меня в первую очередь, когда происходит какой-то стресс, видимо, физика такая у меня работает в организме, я начинаю сразу находить выход, как это избежать и как выстроить позитивное решение из того, что произошло. Бросить – нет, но изменить – да. Что у тебя сейчас происходит нового, и как развивается твоя карьера? Благодаря этому бизнесу в Life is Good я поняла одно, что я правильно ориентируюсь всегда, для меня важно – это личность. Я себя формирую как личность, и я иду за личностью всегда. В моей жизни был большой учитель, которая, к сожалению, ушла из жизни. И она меня научила выстраивать свои действия, идти за тем, кто уже это сделал и сделал успешно. Вот это главное правило – идти только за тем, кто показал результаты. У кого есть человеческий фактор, как качество внутреннее, результаты по жизненным позициям, не только по бизнесу. То есть этот человек должен быть гармонично развиваться. Если ты, ну и там не получается, здесь не получается, я сразу выстраиваю клише, я смотрю за своим президентом и руководителем, моим другом Романом Василенко, за вами. И я сразу начинаю искать, вот где-то вот здесь пропадает, вот здесь вот момент пропадает. Значит, надо исправлять вот эти направления или стремиться к этому. Для меня это очень важно. И от этого происходит какой-то рост внутренний. Вот в этом году я почувствовала себя более сильной, более крепкой, потому что я начала повторять то, что у Романа было, то, что у моих партнеров случается. Я начала искать в себе много ошибок, находила, нахожу и буду находить, потому что жизнь не бывает такой гладкой, мы всегда будем совершать их. И чувствую, как я расту как руководитель, я чувствую, что это польза для других, кто начинает. И мне так важно, чтобы мы вместе могли поделиться друг с другом. Я учусь у своих новеньких, всегда учусь, потому что они тоже зеркально отражают что-то, что я могу не увидеть в себе. А они учатся у меня. И вот этот вот, конечно, взаимный интерес, он нас как-то формирует. Я знаю, что ты попробовала свои силы в разных сетевых компаниях. А почему именно выбрала компанию Life is Good? Самое важное – это, наверное, родовое гнездо и дом. Ну, вот такой вот хороший, мощный продукт. И, Роман, так смело вы начали это дело, а я с удовольствием поддержала вот это направление, потому что в этом есть очень важная задача даже для чисто человеческого плана. Если ты хочешь себе дом, если хочешь себе квартиру, то подари это другому. Тогда и к тебе придет и ни одна квартира, и ни один дом. Вот это для меня была очень важная мысль. Такая мудрая-мудрая, дальновидная. Спасибо, Лина, за твое интервью, спасибо за твой опыт, за то, что ты с нами поделилась. Я думаю, что нашим коллегам, партнерам будет это очень интересно и очень полезно. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо. 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 Спасибо.